Как известно, мусульманам можно иметь несколько жён, а помимо жён ещё и наложниц. Люди, которые не исповедуют ислам, наверное, с этой темой плохо знакомы. Пока я не начал изучать этот вопрос, многоженство ассоциировал только с песенкой героя Юрия Никулина в «Кавказской пленнице». Теперь я знаю тему глубже, хочу с вами поделиться. ТОНКОСТИ Однажды к французскому королю приехал уважаемый и солидный гость, такой, что и королю было под стать, но соответствующего титула не имел. Этот гость мог говорить всё, что ему вздумается, поэтому заявил. «У вас прекрасная супруга, наверное, вы бурно проводите ночи и не смотрите на других женщин». Король ничего не ответил, но стал каждый раз кормить гостя жареной индейкой. Блюдо было великолепным, повара старались, но на третий день гость взмолился. «Прошу вас, перестаньте кормить меня индейкой, она очень вкусная, но нет ли у вас хотя бы говядины? Может, кусочек зайчатина где-то завалялся?» Король усмехнулся и сказал, «Помните, вы меня спрашивали про мою жену? Так вот, она такая же вкусная индейка». Может показаться, что анекдот совсем не по теме. В данном случае смысл в том, что у мужчин-мусульман всегда есть возможность разнообразить свой рацион. Впрочем, есть одно «но». Он должен всех своих жен обеспечивать, и, что самое важное, уделять всем достаточное количество внимания. Но как быть мужчине, если он чувствует, что какая-то из жен может остаться без внимания? И на этот вопрос есть ответ у мусульман. Всё довольно просто. Если не получается нормально содержать нескольких жен, а хочется разнообразия, то можно брать себе наложниц. Брать – это интересное кино. Пошёл и взял. Но где и как? Сейчас, наверное, с наложницами сложно. Раньше их поставляли на невольничьи рынки. Захватывали женщин, делали их рабынями и поставляли в гаремы. Наложница – бесправное существо? Не совсем. Были и есть свои правила обращения с наложницами. В целом, господин мог делать с наложницей всё, что ему хотелось делать за некоторыми исключениями. Во-первых, следовало аккуратно обращаться с наложницей, если она забеременела. Близость исключалась, но не всякое. Ласки были допустимы. Традиционной близости не допускалось. Немного странно это. Я о том, что есть как бы медицинское интернет-понятие – мужетерапия. О нём пишут в разных чатах мам. Иногда врачи разрешают беременным иметь близкие отношения со своим мужем. Особенно об этом говорят, когда срок беременности большой. Дескать, это потом помогает. Не знаю. Не могу дать профессионального медицинского комментария по этому поводу. Если есть медики, пишите, что думаете. Во-вторых, нельзя было предлагать наложницу другому мужчине. Может быть, следующее сравнение покажется грубым, но наложницы были индивидуальными вещами. Вы же ни с кем не делитесь своей зубной щёткой. Да, такие женщины были рабынями, но индивидуальными, а не общественными. Они должны были ублажать одного мужчину. Случалось, что наложница переходила от хозяина к хозяину. Тогда новый владелец выжидал время. Сразу использовать женщину было нельзя. Считалось, что должен был пройти один менструальный цикл. Организм очищался и обновлялся. Тогда уже можно было приступать к делу. Если менструации не было, то выжидали 3-4 месяца. И последний пункт – это не столько про запреты, но тоже интересно. Если наложница рожала от своего господина ребёнка, то она получала свободу. В священных книгах написано, что за дарование свободы господином вознаграждал Аллах. Ребёнок наложницы считался наследником господина. Есть в этом рациональное зерно. Все мы понимаем, зачем нужны были наложницы. Если у женщины появился ребёнок, то с ней в плане близких отношений становится сложно. Она думает не только о своём хозяине. У неё появляются заботы. Поэтому гуляй свободно. Кстати, некоторые наложницы, избавившись от этого своего статуса, становились жёнами господ. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok